Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Боже, милостью будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукао, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзуста мои недостойно. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа. Мене и пристно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите в душе истины. Иже везде, Сыне, вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Прииди вселись вны и очистены от всяких скверных. И спаси, блажи души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и ссори немощи наше имени по его ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущен и дашь нам днись, и остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем блажняком нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лука Богом. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Вот, ставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песнь вопьемте сильной. Свят, 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 и си Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь на воздвигный, и си Господь, умы просвети и сердце. И у сне моей отверзи, баяжи петите, святая Троица. Свят, 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 и си Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к его же деяния обнажаться. Но страхом зовем по лунощи. Свят, 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 и си Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна воста благодарю Тебя, вся святая Троица. И ко многеру Твоей благости и долготерпения не прогнелся на меня ленивым и грешным. Не погубил меня с обеззаконием моими, но человеколюбцовались и обычно. И внеща, не лежащего возник мне и си. Воеже утренники, славослойте державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим. И разумете заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедании сердечнем. И воспевайте все святое имя Твоей Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве, Богу нашему. Приидите, поклонимся и приподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Восемьдесят восьмой псалом. Милости Твою, Господи, буду петь вечно. В рот в рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо, говорю, навек основана милость. На небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал. Я поставил завет с избранным моим. Клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержу семя Твое. В рот в рот устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою собрание святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сонами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог великим сонами святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи Божьи сил, кто усилен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны Его, Ты укращаешь их. Ты не изложил Раава, как пораженного. Крепкой мышцей Твоей рассел врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля. Вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил. Фавор и Эрмон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота, основание престола Твоего, милость и истина, предходят при лицом Твоим. Блажен народ, знающий трудный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоем радуются весь день и правдой Твоей возносятся. Ибо Ты украшение силы их и благоволение Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал. Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида раба моего, святым Илеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мысль моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, Ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим. Если нарушат уставы мои, и повеления моих не сохранят. Посещу жезлом беззакония их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истину моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моей, солгу ли Давиду. Семь его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогнился на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищает во все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острия меча его, и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверх на землю. Сократил дни юности его, и покрыл его стыдом. Да коли, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать и ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней. Где прежние милости твои, Господи? Кто-то мог длиться для человека античного мира. Это сильных народов, как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благоценен Господь вовек. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своему многу любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси меня благодатью Твоею Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня То это не будет благодатью и даром Но более делом Ей мисс в сице Аспирантка ее И был возбуд Да, да Жено уголовное дело Одни Пожилым возлюбленным Олегом Сы Постать Так же убедить Да И обу Колом Глав Истов И как я Спасает отчающихся То верую Спаси меня Ибо ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел Да обменится мне Боже мой Потому что совершенно не найти дел Оправдующих меня Но это вера Да будет превыше всего Да ответит за меня Библия И еще Скину Или это из прошлого Олег Канал Добрый Олег 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 Что торт меня От твоих руки ограды Ну или хочу Спаси меня Или не хочу Христос мой спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо ты Бог мой Очерил матери моей Сподобим меня Господи Возлюбить тебя Теперь так же Как возлюбил я Когда свой тайный грех И чтобы снова Потрудиться для тебя Без лени Усердно Как прежде Потрудился Сатане Пречающему Особенно же Потружусь для тебя Господа И Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне всегда Веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставленный Хранит Моя бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня Грешного И не отступи От меня За невоздержание Мое Не дав возможности Узлом и демону Починить Меня Себе Преобладание Утасмертного тела Возьми Возьми Крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И вы Выведи меня На путь Спасения Возьми Дай мне все Чем я скорбил Тебе Во все дни Моей жизни Если я чем Согрешил Прошедшую ночь Защити Меня Настоящий день И сохрани Меня От всякого Искушения Вражеского Чтобы мне Не принимать Бога Никаким Грехом И молись За меня Господу Чтобы он Утвердил Меня Страхи Своем И сделал Меня рабом Достойной Своей милости Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими Святыми Всесильными Молитвами Отгони Мы попадаем В Коммунистическую Систему Сама И хульные Помыслы Закаянного Моего сердца И помраченного Ума Моего И погаси Паемы Страстей Ибо Я убог И несчастен Избавь Меня От Моги Пагубных Воспоминаний И помыслов И освободи Меня От Секи Злодеяний Ибо Тебя Благословляет Сиродой И Пречисто Имя Твое Славится Во веки Вечное Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые Угодники Божии Игнатий Владимир Надежда Не остави нас грешных Уповающих Иоанна Михаила Наума Кирилла Амбросия Вадим Зосим Андрея Максим Владимир Глебу Не дай Погибнуть Диакон Евгения Александра Михаила Андрея Пископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнили Александра Деодора Митрополита Тихона Их на путь Истины И сохранив Отпокушения На них И умудри Издавать Добрые Законы Дали Достойно Жить Людям Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся Спасни Серство Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимир Александр Эрдоген И Амана И даруй Мира Израилю Россия Украине Сирии Где война Идет И научи Насценить Это мирное Время И приготовь Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За отступ Нищество От Тебя Господи Слава Тебе Боже За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам желание Трудиться Обнаружить И умножить Наши таланты Дарованные Тобой Для всего Почти нам Добрых помощников Наставников Советников И сей день Сохрани от всякого рода Зла и греха И от непосильных Искушений Добожить по заповедям Твоим Точно исполняя Слава Тебе Господи Хвала Тебе Милости Твоей Полна Земля Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог И Его Вавва Отче Свят 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 Господь Саваок Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышний Богу На земле Мир В человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебе Господи И сохрани Жилища Нашей Селения От пожара Воров Нечистой Силы Живущих Там Андрея Игоря Игоря Владимир Полящую Людмилу Любовь Владимир Алексея Прищи Добрый Жители С детьми Любящими Знающими Уставы Твои Святые Сохрани Школу Спаси Помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Виктор Сергея Севастяна Людмилу Нину Валентину Побуди Всех На проповедь Евангелия Спаси Помилуй Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгения Аромана Михаила Нину Анну Юрию Рахиль Езру Рустика И Тимура Обратив Самир Веста Александра Александра Сергея Сергея Владимира Слава тебе Боже наш Слава тебе И возри На угрозы Врагов И на пакости Какие они творят Не дай Осуществиться Их злым Замыслом И в судный день Не помяни Их безумие Ты уже Даешь Отдохновение Их Слава тебе И посети Благодетели Наших Воздаем Добром Всей жизни И будущей Елену Людмилу И обрати Евгения Наталью Благослови Дмитрия Аллилуйя Ты знаешь Ты знаешь И в Господе Владимир Всех Помини Вечности Помогавших Нам И Юрий Слава тебе Моя силу Перенести Страдания Почтим Исцеления Валерия Валерия Лориона Кирилла Алексея Игоря Анна Будь милостем Господи Благослови Надежду Нианилу Нианилу Татьяну Татьяну Валентину Валентину Нину Благодарю тебя Господи За здоровье И за болезни За друзей И за врагов Ибо по твоему благоволению Все это может оказаться Напольную Слава тебе Хвала тебе Наш Господь Пресвятая Госпожа Богородица Пресно Дева Мария Матерь Христа Бога нашего Спаси нас С молитвами Своими Господи Воздай добром Всем помогавшим Нам В нашем путешествии Благослови Николая Виктора Ты знаешь Господи Все трудности Ты позволил Побороть И возвратиться И благослови Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Надежду Людмилу Сергея Аллилуйя Ангел Христов Хранитель мой Святой Моли Бога О мне грешен Благодарю тебе Мой ангел Сколько лет Ты хранил Защищал Не покинь И в смертный Счастье Когда душа Будет разрушаться От тела Проведи душу Мою Помытарствуй Понятным И страшным И веди ее Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Научи Нас Господи Жить И в бедность Имея Пропитание Одежду Быть Благосчастивым Довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать Быть Во всем Экономным Аллилуйя Святитель Христов Никола Мирликийский Чудотворец Моли Бога О нас Молите Бога О нас Святые Пороки Божии Илья Елисей Моисей Самуил Аарон Иов Авель Но Иосиф Патриарх Иезрани Ием Иамус Наум Исаия Иеремия Варух Изыки Иль Осия Иаиль Агей Сапония Захария Малах Давид Напан Данил Отрак И пророк Михей Аврам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Нашего Отшествия Не застал Неготовыми Но Чтобы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых Дел Соделанных Дух Святым С любовью Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Ангелы Архангелы Херувимы Серапимы Все небесные Силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы Петр Павел Ангелисты Макфея Марк Лукоя Мужченицы Игнатий Богоносец Поликам Смирский Юстин Философ Космая Дамьян Андрей Стратилат Иерон Мужченик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Комедийский Георгий Победоносец Пантелеем Сорок Святых Мужчеников Цар Николай Святой Царской Семей Владимир Леномин Иосиф Борис Иглеб Да укрепит Господь Народ Свой Дабы Никто Не принял Начертания Зверя Антихриста Но Выдержан Все Мучения Каждому Дару Жилье Сергея Гавриила Молите Бога Анас Святая Василий Великий Григорий Богослов Ян Златоусов Афанас Великий Прям Сирин Антоний Макарий Антоний Феодосий Корнилий Ио Сергий Радонский Степан Пермский Серафим Саровский Ян Тобольский Антонштадтский 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 Кирилл Кто не отрекся От Тебя Господь А замысли Ретихов Прозрушив Ничто Преврати Молите Бога Нас Святые Жены И Девы Фёкла Первомущвен Сапатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прескила И Акила Андроника Июня Киприяна Устина Да дарует Господь Послушание Молчание Соломудрие И стыдливость И сохранив От всяческого Поругания И справ Не покорилось Галина И семейство Евгения Надежды Светланов Людмила И Анна Не прими Нашу молитву Господи Воздияния рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Владыка И соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе Господи На небе И на земле Всемогущий Создатель Всевышний Над всем Творением Услыши Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И исполни Ее Любящий Наш Отец Небесный Мы просим Тебя Во имя Господа И Бога Нашего Иисуса Христа Сына Твоего Единеродного Помилуй Нас И услыши Прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Прости Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Слышит Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Слава Христу. Аминь. Доброе утро. 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 О чем же священник должен позаботиться? В чем утопают их паршивые овцы? Доброе утро. Должен быть Дух Божий на молитве, чтобы совесть судила за грехи, а не так, чтобы перечесть и сдать грехи батюшки и по новой на новые подвиги ринуться. Нарушая посты, говорят, я потом покаюсь, батюшка снимет грех. Это языческое представление о спасении Тут индульгенциями не торгует Бог Для священников есть другой в кавычках гостиниц Ибо с них будет более строгое взыскание Премудрость Соломона 6.8 Начальствующим предстоит строгое испытание Пособие для исповеди современному священнику Некоторые распространенные грехи священнослужителей 1. Крещен неправильно, в состоянии неверия и проведения мокрой ладони по голове И когда узнал, что являясь не крещеным, а только моченым То ничего не предпринял, чтобы исправить положение Принять правильное по апостольскому 50 правилу крещения С троекратным полным погружением в воде И то, что я уже был священником Это немало не должно было мне препятствовать Совершить правильно это священное таинство Каю за свое малодушие и лукавые оговорки О договорке, видимо, что будто бы и такое в кавычках крещение было равноспасительным и правильным Этими словами я сама оправдывался, указывая на это нужду и стесненные обстоятельства Евангелие от Марка 16.16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет Апостольское правило 50 Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия Но одно погружение, даваемое в смерть Господню Да будет извержен Ибо не говорил Господь Смерть мою крестите Но, идя, научите все народы Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа Второе Рукоположен, будучи неверующим во Христа по Евангелию Может быть ради корости, легкого заработка, почестей Ради почета, ради легкой и безбедной жизни 1 Петра 5.2 Пасите Божье стадо, какое у вас Надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богоугодно Не для гнусной корости, но и из усердия Прокеремия 6.13 Ибо от малого до большого Каждый из них предан на корости И от пророка до священника Все действуют лживо Ничего не зная об истинном назначении священства По великому неразумию И даже по безумию своему и по дерзости окаянной Принял этот священный сан И творил все вопреки истинному назначению сана Как теперь отвечу за столь великую порчу виноградника Божия Священник есть пастырь, пастух, а церковь его есть виноградник О, как вели в гнев его на негодных рабов Иеремия 12.10 Множество пастухов испортили мой виноградник И стоптали ногами участок мой Любимый участок мой сделали пустую степью Порок Захария 11.17 Горе негодному пастуху, оставляющему стадо Меч на руку его и на правый глаз его Рука его совершенно иссохнет И правый глаз его совершенно потускнеет Третье Имел препятствия для рукоположения То есть уже после крещения Хотя бы оно было и в младенчестве Были совершены смертные грехи Разные виды блуда, убийства, колдовства Несмотря на то, что апостольские правила и соборы Запрещают рукоположение таковых И священный сан не должно было принимать Даже если благословляет духовник и епископ 1 Тимофея 3.6.7 Не должен быть из новообращенных Чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних Чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую Евангелие от Матфея 23.2 И сказал На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи Рукоположен в диаконы до 25 лет Священники до 30-летнего возраста То есть преступление против канонов Шестой Вселенский собор Четырнадцатое и пятнадцатое правила Четвертое Жену обрученную мне взял мне девственницу Или артистку Что ставило мне препятствие стать священнослужителем Апостольское правило Восемнадцатое и девятнадцатое Фиов 4 Не знаю что это Левит 21.13.14 В жену он должен брать девицу Вдову или отверженную Или опороченную Или блудницу Не должен он брать Но девицу из народа своего Должен он брать в жену Пятое Нарушение священнической присяги Служение не по священному писанию Книги правил Став священником Будучи сам Невозрожденным духовно Не имел горячей и ревностной веры во Христа Готовности на любую жертву Только бы угодить спасителю Христу От этого и других не смог зажечь этой верой Не проповедовал всем и каждому О спасении во Христе Так как сам не был утвержден в этом Не ревновал о том Чтобы в церкви было служение на родном На разговорном На понятном всем языке Оттого и народ погибает в невежестве Что ничего не понимает А за спасение считает присутствие на богослужениях И чтобы только отстоять службу Я и сам не понимаю церковнославянского языка И все время думал и другим говорил Что понимаю его И эту ложь я повторял всю жизнь Бессовестно лгал себе и другим 1 Коринфянам 14.19 Но в церкви хочу лучше пять слов сказать Умом моим Чтобы и других наставить Нежели тьму слов На незнакомом языке Евангелие от Луки 11.44 Горе вам Книжники и фарисеи и лицемеры Что вы как гробы скрытые Над которыми люди Ходят и не знают того Шестое Не было горячей любви К чтению и изучению Слова Божия Библии От этого и других Не смог приучить Искать ответы на духовные вопросы В Священном Писании Не научил людей Ставить во главу угла Библию За православное учение Считал то, что основано Не на Слове Божьем И не на Писаниях Святых Отцов Авторитет священника и епископа Ставил выше Священного Писания Евангелие от Иоанна 11.10 Кто ходит ночью Спотыкается Потому что нет света с ним 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее Пророческое слово И вы хорошо делаете Что обращаетесь к нему Как к светильнику Сияющему в темном месте Доколе не начнет расцветать день И не взойдет утренняя звезда В сердцах ваших Исайя 8.20 Обращайтесь к закону И откровению Если они не говорят Как это слово То нет в них света Иеремия 14.18 Выхожу я на поле И вот убитые мечом Вхожу в город И вот и стоевающие от голода Даже и пророк И священник Бродят по земле Бессознательно Седьмое Отрицал необходимость И важность знания И изучения всей Библии И считаю Что ветхий завет Современному христианину Читать не обязательно Ивангелие Таана 5.39 И исследуйте Писания Ибо вы думаете Через них иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о мне 1 Тимофею 4.16 Вникай в себя И в учения Занимайся с ним постоянно Ибо так поступая И себя спасешь И слушающих тебя 2 Тимофею 3.16 Все Писание Бога Духновенно и полезно Для научения Для обличения Для исправления Для наставления в праведности Восьмое Крестил людей Не обратившихся От всего сердца К Богу Без длительного Многомесячного Научения В кавычках Крестил мочением Проводил Мокрой ладонью По волосам Головы Вместо полного погружения Чем Утверждал их В мертвом состоянии Мнимой веры Таким образом Обманывал Оставлял людей Без веры Подталкивая Их в погибель Матфея 23.13 Горе вам Книжники и фарисеи Лицемеры Что затворяете Царство небесное Человеком Ибо Сами не входите И хотящих войти Не допускаете Матфея 23.15 Горе вам Книжники и фарисеи Лицемеры Что обходите Моря и суши Сушу Дабы Обратить Хотя одного И когда это Случится Делайте его Сыном гиены Вдвое Худше вас Девятое Не занимался Главным Своим делом Ежедневным Научением Людей Истинно Православной Вере Так как Сам Так и не Познал Что такое Есть Православная Вера Считая За веру Богослужения И исполнение Треб И обрядов Второе Тимофея 4.2 Проповедуй Слово Настой Во время И не во время Обличай Запрещай Увещивай Со всяким Долготерпением И назиданием Малахия 2.7 Ибо Уста Священника Должны Хранить Ведение И Закона Ищут От уст Его Потому что Он Вестник Господа Саваофа Иеремия 2.8 Священники Не говорили Где Господь И Учители Закона Не знали Меня И пастыри Отпали От Меня И пророки Пророчествовали Во имя Воала И ходили Во след Тех Которые Не помогают Не научился Сам Правильно Совершать Крестное Знамение И Тому Не учил Других Небрежному Маханию Руки Бисы Радуются Говорит Иоанн Златоуст Сначала Нужно Совершить Крестное Знамение Донося Руку До лба Чрева Правого И левого Плеча И только Затем Нужно Поклониться Так Чтобы Рука Могла Достать До земли Брал Деньги Назначал Цены За Таинства Молитвы Треба Пророк Михей 3.11 Главы Его Судят За Подарки И Священники Его Учат За Плату И Пророки Его Предвещают За Деньги А между Тем Опираются На Господа Говоря Не Среди Ли Нас Господь Не Постигнет Нас Беда А Это Есть Самая Настоящая Симония Смертный Грех Симона Волхва Евангелие Евангелие От Матфея 10.8 Больных Исцеляйте Прокаженных Очищайте Мертвых Воскрешайте Бесов Изгоняйте Даром Получили Даром Давайте Одиннадцатая Допускал Или даже Благословлял Торговлю В храме Притворе Церковной Ограде Евангелие Таана 2.15 И Сделав Бич Из Веревок Выгнал Из Храма Всех Иеремия 7.11 Не Сотделывался Левертепом Разбойников В глазах Ваших Дом Сей Народ А Простите Над Которым Наречено Имя Мое Вот Я Видел Это Говорит Господь Евангелие От Матфея 21.13 Дом Мой Домом Молитвы Наречется А Вы Сделали Его Вертепом Разбойников Прок Иезеки 28.16 От Обширности Торговли Твоей Внутреннее Твое Исполнилось Неправды И Ты Согрешил И Я Низвергнул Тебя Как Нечистого С горы Божией Изгнал Тебя Херувим Осеняющий Из Среды Огнистых Камней Двенадцатое Принимая Исповедь Разрешал Все грехи Даже Самые Тяжкие Бездолжны Длительной Эпитемии Как Определено Соборными Канонами Отнимая Этим У человека Возможность Истинно Раскаяться Запечатывая Его В состоянии Греха Утверждая Во все Дозволенности Показывая Ласковое Преступно Снисходительное Отношение К греху Или Наоборот Невниманием К духовным Нуждом Равнодушием Или Своим Непристойным Поведением Отталкивал Человека От Церкви 1 Тимофея 4.12 Будь Образцом Для верных Словий В житии В любви В духе В вере В чистоте Иезеки 34.21 Так как Вы Толкаете Боком И плечом И рогами Своими Бодаете Всех Слабых Доколе Не Вытолкаете Их Вон Иезеки 33.8 Когда я Скажу Беззаконнику Беззаконник Ты Смертью Умрешь А ты Не будешь Ничего Говорить Чтобы Предостеречь Беззаконника От пути Его То Беззаконник Тот Умрет За грех Свой Но Кровь Его Взыщу От руки Твоей Сафония 3.4 Пророки Его Люди Легкомысленные Вероломные Священники Его Оскверняют Святыню Попирают Закон Тринадцатая После Серьезных Грехов Допускал Человека К причащению Толкая Его На Иудин Грех На Прямую Погибель Допускал К причастию Допускал К причастию Явно Нераскаянных Грешников Не Готовых Стать Участниками Вечери Господней 1 Коринфянам 11 30 Оттого Многие Из вас Немощные Больны И Немало Умирает Насаждал Неправильное Отношение К причащению Главное Причаститься Тем Самым Принижая Значение Таинства До Обряда Механического Условия Спасения Будто Это Важнее Чем Жизнь Во Христе Или Оправдывал Такое Отношение К таинству Условиями Времени Иезеки 22 26 Священники Ее Нарушают Закон Мой И Оскверняют Святыни Мои Не Отделяют Святого От Несвятого И Не Указывают Различия Между Чистым И Нечистым И От Суббот Моих Они Закрыли Глаза Свои И Я Уничижен У них 14 Совершал Таинство Брака Над Неверующим Над Кто-то Что-то Говорил Говорить Я паузу Ножом Повинуясь Духу Времени Сознавая Что Зачастую Людей Привлекает Красота Обряда Без Осознания Сути Этого Таинства И Ответственности Перед Богом Не зная Приходящих Нередко Венчал Уже Не раз Венчанных При живых Их Женах Иначе И быть Не могло Если Церковь Сделали Проходным Двором Римлянам 7.3 Посему Если При живом Муже Выйдет За другого Называется Прелюбодейцею 1.1 Марка 2.12 И вот Святыни Наши И Благолепие Наша И Слава Наша Опустили И Язычники Осквернили Их 15.1 Для Людей Фактически Неверующих Ради Денег Совершал Бессмысленные Требы Освещение Домов Машин Магазинов И так Далее Воспитывая В них Потребительское Отношение К Церкви Не проповедовал Им покаяние И веру Во Христа Запретив Этим Для них Заперев Этим Для них Врата Царствия Небесного Евангелие От Матфея 23.13 Горе Вам Книжники И фарисеи И лицемеры Что Затворяете Царство Небесное Человеком Ибо Сами Не входите И Хотящих Войти Не допускаете Псалом 105.35 Но Смешались С язычниками И Научились Делам Их Шестнадцатое Воспитывал Теплохладное Отношение К вере Потакая Мирским Привычкам Мынимых Православных Нарушение Поста Неприличная Одежда Косметика Курение Пьянство Бродобритие Участие С язычниками В их Праздниках И так далее Благословлял Детей На участие В безбожных Утренниках Во время Постов Посещения Театров И цирковых Представлений Иван Гаят Матфея 18.6 А кто Соблазнит Одного Из малых Сих Верующих В меня Тому Лучше Было бы Если бы Повесили ему Мельничные Жернов На шею И потопили Его Во глубине Морской Семнадцатая Позволял Женщинам Входить В храм В мужской Одежде В коротких Юбках С разрезами На них С непокрытой Головой С косметикой И в украшениях Серги Цепочки И прочее Благословлял Их в таком Виде Даже подходить К святой Чаше Второзаконие 22.5 На женщине Не должно быть Мужской одежды И мужчина Не должен Одеваться В женское Платье Ибо Мерзок Перед Господом Богом Твоим Всякие Делающие Сие 18. Смысл Духовной Жизни Посом их Сводил К частому Посещению Богослужений Частой Исповеди Частому Причащению Неблагоговейно Формально Совершал Богослужения Стараясь О внешнем Благолепии И не заботясь О духовном Состоянии Прихожан Нанимал Безбожных Артистов Для хоров Евангелие От Матфея 23.27 Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Уподобляетесь Окрашенным Горобам Которые Снаружи Кажутся Красивыми А внутри Полны Костей Мертвых И всякой Нечистоты Евангелие От Матфея 23.14 Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Поедаете Домы Вдов И Лицемерно Долго Молитесь Зато Примите Тем Больше Осуждения Девятнадцатое Не Осознал Своего Положения Предстателя Молитвенника За людей Не Научился Молиться Горячо И Сосредоточенно Конкретно Своими Словами А Все Повторял Чужие Слова Трафаретно Грубо Понимал Отношение Человека К Богу Из-за Этого Не Смог И Других Научить Молиться Согрешил Отсутствием Страха И Равнодушием К Богу Откровение 3 15-16 Знаю Твои Дела Ты Не Холоден Не Горяч О Если Бо Ты Был Холоден Или Горяч Но Как Ты Тепл А Ни Горяч И Ни Холоден То Изверну Тебя Из Уст Моих Двадцатая Отпевал Неверующих Самоубийц Умерших Во грехе Беспокаяния Во время Запоя Отпевал Всех Без исключения Лишь бы мне сказали Что умерший Был крещен Этим Всевал В души Людей Страшный Соблазн Что будто Бы Можно Спастись Для Вечности Живя Как Хочешь Лишь бы Только Родственники Тебя Отпели В Храме Это Есть Языческо Шаманское Представление О Боге Как Об Идоле Евангелие От Луки 16-26 И сверх Всего Того Между Нами И вами Утверждена Великая Пропасть Так что Хотящие Перейти Отсюда К вам Не могут Так же И оттуда К нам Не переходят 2 Коринфянам 5-10 Ибо Всем Нам Должно Явиться Предсудилище Христово Чтобы Каждому Получить Соответственно Тому Что он Делал Живя В теле Доброе Или Худое 21-ое Боялся Епископа Больше Чем Бога Выполняя Неблагочестивые Указы Смиряясь С несправедливостью Ложью Не Зверял Его Приказания С Библией И канонами Не Обличал Сыновним Почтением Беззакония Епископа Молчанием Содействовал Его Гибели И Увеличению Беззаконию В церкви Из-за Боязни Потерять Место Жалования Быть Переведенным На другой Приход Деяния 20 29-30 Ибо Я Знаю Что По Отшествии Моем Войдут К вам Лютые Волки Не Щадящие Стадо И Из вас Самих Восстанут Люди Которые Будут Говорить Превратно Дабы Увлечь Учеников За Собою И И Если я Господь То Где Благоговение Предо Мною Говорит Господь Саваоф Вам Говорит Господь Саваоф Вам Священники Благословляющие Имя Мое Двенадцатая Проповедовал Непослушание Христа Сергей Неблагословляющие Посчитай Слово Какое Простите Да Еще раз Малахия 1.6 Сын Чтит Отца И Раб Господина Своего Если Я Отец То Где Почтение Ко Мне И Если Я Господь То Где Благоговение Предо Мною Говорит Господь Саваоф Вам Священники Бесславящие Имя Мое Двадцать второе Проповедовал Непослушание Христу По Библии Канонам И Святым Отцам А послушание Духовнику Священнику И Епископу Даже Если Их Поступки И Речи Явно Не Соответствуют Писанию И Канонам Церкви Зная Что Правящий Архиерей Сторонник Экуменизма Продолжал Поминать Его Как Настоящего Епископа Хотя По Канонам Он Давно Уже Еретик Знал Что Патриарх Участвует Во Всемирном Совете Церквей Этому Прообраз Церкви Антихриста Сатанинской Синагоги Не Обличал Его И Не Обличал Синод Вергающий Всех Доверившихся Им В Противоречие С Основными Канонами Церкви Категорически Запрещающими Мориться С Еретиками Дабы Не Наследовать Ту Живучесть Второе Иоанна 1 11 Ибо Приветствующий Его Участвует В злых Делах Его Деяния 20 26 28 Посему Свидетельствую Вам В нынешний День Что Я чист От крови Всех Ибо Я Не Упускал Возвещать Вам Всю Болю Божию Итак Внимайте Себе И всему Стаду В котором Дух Святый Поставил Вас Блюстителями Пости Церковь Господа И Бога Которую Он Приобрел Себе Кровью Свою Иремия 5 31 Пророки Пророчествуют Ложь И Священники Господствуют При Посредстве Их И Народ Мой Любит Это Что Вы Будете Делать После Всего Этого 23 Равнодушно Относился К погибельному Состоянию Души Собратьев Священников Не Помогая Им Кротким Обличением Раскается В корыстолюбии Приспособленчестве Пьянстве Безбожном Поведении Равнодушие К спасению Людей Находясь Сам В таком Пагубном Состоянии Не Трубил Тревогу Что Церковь Все Еще Пребывает В Нераскаянном Состоянии Находится Под Проклятием Патриарха Тихона Который Анафематствовал Всех Кто Будет Сотрудничать С Ворогами Церкви Христовой Декларация Митрополита Сергия Строгородского Бросила Всех Признавших Эту предательскую Декларацию В объятия Гонителей Наступило Подлинное Прелюбодейство Церкви С Необрезанными Халдеями Соглашался Сотрудничать В органах КГБ Доносительствовал Открывал Тайны И тайну Исповеди Языки 1625 При Начале Всякой Дороги Устроила Себе Возвышение Позорила Красоту Твою И раскидывала Ноги Твои Для всякого Мимоходящего И умножала Блудодеяния Твои Якова 4.4 Прелюбодеи И прелюбодейцы Не знаете ли Что дружба С миром Есть вражда Против Бога И так Кто хочет Быть Другом Миру Тот Становится Врагом Богу Нераскаянность В принятии Той декларации Ставит Признающих Ее Вне Церкви Как Заставляющая Отказаться От всех Умученных Безбожной Сатанинско-людоедской Властью И заставляющая Называть Сынов Церкви Врагами И Уголовниками Евангелие От Матфея 18.6 А кто Соблазнит Одного Из малых Сих Верующих В меня Тому Лучше Было Бы Если Мы Повесили Ему Мельничный Жернов На Шею И Потопили Его Во Глубине Морской Исайя 28.7 Но И эти Шатаются От Вина Избиваются С пути От Секеры Священник И Пророк Спотыкаются От Крепких Напитков Побеждены Вином Обезумели От Секеры В Видении Ошибаются В Суждении Спотыкаются Иеремия 2.26 Как Вор Когда Поймают Его Бывает Осрамлен Так Осрамил Себя Дом Израилев Они Цари Их Князья Их И Священники Их И Пророки Их 24. Каясь Пред Богом Во Всех Моих Беззакониях Обещаю Впредь Жить И Служить Только В Соответствии Со Священным Писанием И Всеми Церковными Канонами И Если Бог Даст Время На Покаяние То Обещаю Всеми Силами Стараться И Справить Последствия Своего Нерадивого Служения Господи Даруй Мне Истинное Покаяние И Воскресение От Моего Мертвенного Состояния Псалом 30 16 В Твоей Руке Дни Мои Избав Меня От Руки Врагов Моих И От Гонителей Моих Аминь На На Утренней Заре Духовной Жизни Я Возлюбил Учение Христа И Мыслью И Сердцем Умиленным В Те Грубые Бесправья Времена Один Христос Мягчал Людское Сердце Он Юного Меня Учил Любить Труждающихся Всех Обремененных Чем Был Бы Я На Старости Как Знать Когда В те Дни Евангельского Слова Не Снизошла Мне В Сердце Благодать А. М. Жемчужников rook Так Скажет Как Д absent И Не Наст!, Лучья D D D D D Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Совещенство». Тон 5. Вопрос 1412. В газетах пишут иногда одно, потом другое. Так о местном епископе. Подожди. 1412. Тоже тройку не видишь? Благодарю. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Совещенство». Тон 5. Вопрос 1432. В газетах пишут иногда одно, потом другое. Так о местном епископе писали, что он буйствует, самодурствует по отношению священников, срывает кресты и рясы, а потом другие люди пишут, что он на самом деле кратчайший человек. И ему просто нет равных во всей московской патриархии. Его избрал сам патриарх и благословил, чтобы он окормлял такой большой край, как Алтай. Так что же есть на самом деле? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Относительно того, что сорвал крест отца Павла Ермоленко из Камена Аби, на это есть живые свидетели тому. А что пишут другие, то и к ним нужно прислушаться. Что они имеют в виду, когда говорят? Одно то, что начинают этим эксцессом давать чисто патриархийное объяснение, что где все это ложь, что это происки зарубежной церкви, что это враги церкви пишут. Одно это объяснение говорит, что защитники епископов лгут, и в другом практически же во всем лицемерят и лгут. Что происходит в епархии, это достойно пира Шекспира, а не место благодати. Слово «окормлять» так звучно характеризует тех, кто кормится в подручных у архивеев. Они получают на прокорм, прикормленные, окормляются. Раньше ЦК партии выбирало из шести кандидатур в епископы самых лояльных к советской власти, то есть самых бесхребетных, самых лютых карьеристов и готовых выполнять любое повеление своих хозяев, чего изволитесь. Вот так и выбирают сегодня, но уже не партия, а Синод, который, по словам отца Глеба Якунина, есть пятый отдел КББ, их агитпункт, когда стали известны их агентурные клички. Вот такого они и выберут, чтобы он, как в народе говорят, не в зуб ногой, а вернее только этим зубодробительством и занимается, как оренбургский Никон, прославлен при жизни, провонял на весь мир. В последние несколько месяцев в Барнаульско-Алтайской епархии происходят события, вызывающие недоумение и тревогу широкой общественности. Одно за другим следует лишение креста, снятие с должности настоятеля храмов, опечатывание церковных касс. Причем нередко эти события разворачиваются не на периферии вокруг малоизвестных фигур, а в самом сердце епархии Барнауле и касаются столпов алтайского православия. Одна купель и одна касса? На крещение Господне 19 января в Барнауле был удивительно светлый праздник, собравший вместе тысячи людей. Предводительствуемые владыкой Максимом Барнаульско проследовали крестным ходом по улицам родного города Каби, и многие из них приняли крещение в водах Великой Сибирской реки, освященной епископом. Такое случилось впервые за несколько последних десятилетий. «Этот крестный ход – исключительная заслуга преосвященнейшего владыки Максима», говорит секретарь епархии, настоятель Никольского храма, протеерей Михаил Капранов. По его словам, многие представители духовенства не были уверены в успехе возрождения традиции, но владыке удалось переломить события. Между тем, сам отец Михаил, столь высоко отозвавшийся о деяниях епископа и окормляемый им приход с некоторых пор попали в немилость к владыке. Корреспонденты СК «Свободный курс» были свидетелями того, как 20 декабря прошлого года в Никольском храме по распоряжению преосвященнейшего опечатывалась касса. Присутствовавший при этом его предстоятель отец Алексей Крючков от каких-либо комментариев отказался, сославшись на отсутствие благословения владыки. Такая же участь постигла в течение года Покровский собор и Знаменский женский монастырь. Простите, такая же участь постигала в течение года Покровский собор и Знаменский женский монастырь. Управлявшие в соборе до приезда владыки Максима протеерей Николай Войтович и настоятельница монастыря матушка Надежда Чанова получили порицание епископа. За что недоумевает народ, а в ответ молчание. Воды ползут по городам и весям края слухи, а один фантастичнее другого. Название заголовок С духовным наставником Алтаю повезло. Автор, пришедшего в редакцию свободного курса письма, Валентин Зайцев, винить журналистов. Двоеточие кавычки открываются. В последнее время в алтайских газетах периодически начали появляться статьи, критикующие местную православную церковь и ее предстоятеля, епископа Барнаульского и Алтайского Максима. Возникает ощущение, что идет намеренная травля Преосвященного. Кавычки закрытые. Даша Кузьмина в московском комсомольце на Алтае номер 1 и 2 за 2003 год в своей статье в разумлении под Новый год от своей статье в разумлении под Новый год от епископа пишет, что Владыка Максим якобы отбирает деньги у храмов для того, чтобы отослать их в Москву для оплаты за свое епископство. Неужели патриарху? Как такое, как только такое могло прийти ей в голову? Кавычки закрыты. Все обвинения в алтайских газетах в адрес церкви и Преосвященного Владыки сплошная несуразица и ложь. Считает автор письма «Краю повезло с духовным наставником. Он высоко оценивает личностные качества Владыки Максима, истинно достойный монах, проявивший себя на ниве служения Господу, человек высочайшей морали, глубокого смирения, образования и в то же время хороший организатор и хозяйственник. Наследство ему от прежнего епископа, безвременного ушедшего Владыки Антония, досталось богатое, но сложное. Отсюда, по мнению Валентина Зайцева, и все проблемы. Люди просили у Владыки Антония открывать побольше храмов на Алтайской земле и получали их. Стало катастрофически не хватать священников. И Владыкой с епархиальным советом было принято решение рукополагать во священство прихожан, не имеющих духовного образования, но истинно верующих. Но среди рукоположенных оказались, к сожалению, случайные люди. Самочинно вводили новшества, импровизировали во время службы, недостойно вели себя с прихожанами, не проявляя к ближнему любви, завещанной Господом. Были даже случаи, когда на службу приходили пьяными. А некоторые превращали свою деятельность священников в проповедь национализма и сеяли среди прихожан недоверие и к светским, и к церковным властям. Промысел помог многим исправиться, а с некоторыми необходимо было расстаться. Принимать это неприятное решение выпало уже владыке Максиму. Кавычки закрываются. В эти дни исполняется год с момента вступления в должность епископа Барнаульского и Алтайского Преосвященного Владыки Максима. Дистанция. Заметим, что свободный курс был одним из немногих изданий, которое не вмешивалось в церковные дела. Видимо, по этой причине автор письма решил изложить свое видение происходящего в нашей газете и, казалось бы, разъяснил ситуацию. Действительно, существует в огромной алтайской епархии проблема кадров и чистоты веры. Для того и открывал в свое время владыка Антони в Барнауле духовное училище, чтобы восполнить этот пробел. Только к столпам алтайского духовенства, попавшим в опалу у владыки Максима, это никакого отношения не имеет. Кассы самых крупных храмов Барнаула опечатываются, насколько известно, свободному курсу для того, чтобы централизовать средства в епархии, что вызывает неприятие не только священников, но и прихожан. Интеллигентная публика отказывается жертвовать епархии. У Никольского прихода были планы по дальнейшей реконструкции храма, являющегося памятнем культуры и архитектуры Барнаула. Среди прихожан Покровского собора идут разговоры о том, что благочинного иеромонаха Романа Корнева отстранили от должности и сослали в Коробейниковский монастырь, а бывшего председателя приходского совета отца Николая Войтовича лишили права ношения митры и второго креста, чтобы освободить место в храме родственнику епископа отцу Владимиру. Здесь же служит еще один родственник, отец Алексей. С другой стороны ходят слухи о больших финансовых злоупотреблениях в Покровском храме. За это, мол, и был наказан Патайрей Николай Войтович, лишившийся многих церковных наград, которые ему, впрочем, постепенно возвращают. Идет следствие. При этом бухгалтер остается на месте, а в среде прихожан обсуждается фантастическая для Барнаула сумма жалования 5000 долларов, которую якобы положил новому благочинному собора мужу своей сестры владыка Максим. Что произошло на самом деле никто не знает. Бывший редактор газеты Алтайская миссия Вера Ворсина признается, что после того, как ей самой лицу нематериально ответственному попытались предъявить финансовые претензии, она начала сомневаться в справедливости обвинений, выдвинутых против других. Узнать об истинных целях принимаемых решений от владыки журналистам попросту невозможно. Автор этого материала в течение двух месяцев добивался встречи с епископом, чтобы получить комментарий о ситуации в Покровской церкви села Быстрый Исток, прихожане которой 1350 человек в письме к владыке просили вернуть крест священнику отцу Борису Тарасову, но дальше обещания с референтом преосвященного дела не пошло. Автором письма из Быстрого Истока владыка тоже не ответил. Тамошняя церковная община до сих пор пребывает в недоумении и надежде, что ей что-то разъясня. Корреспондент уже свободного курса референтом Сергием Гончаровым было рекомендовано не поддерживать прихожан, а безоговорочно встать на сторону эпохиального управления. На вопрос почему Сергей Михайлович ответил лаконично весомо. Потому что мы здесь выше и умнее. Но разве можно в церкви жить по закону курятника? Попасть на прием к владыке вообще достаточно сложно. И мирянам, и священнослужителям. И жаждущие общения со своим архипастырем просиживают часами под дверью приемная. Но если кому повезет, говорят, общение может оказаться и весьма душевным. Все зависит от настроения владыки. Что привнес в жизнь православных Алтая в отношении между церковью и обществом первый год правления владыки Максима? Отзывы на сей счет достаточно противоречивы. У многих верующих вызывает недоумение, нежелание владыки разъяснять пастве принимаемые им решения. На пользу ли это и церкви и обществу в целом? Тамара Дмитриенко митра головной убор епископа и некоторых заслуженных священников надеваемые во время богослужения. Над речной купелью 19 января православное духовенство Варнаула пребывало в благоговейном единении перед их Господом. Протаерей Михаил Капранов по правую руку от владыки протоиерей Николай Войтович Полеву. Глядя на эту идиллию человеку непосвященному и в голову не приходило что правящую верхушку епархии раздирают противоречия. Справка газеты «Свободный курс». В Алтайском крае насчитывается около двухсот православных приходов, около трехсот священнослужителей, более ста тысяч жителей регулярно или периодически бывают в храмах. Свободный курс номер шесть от шестого февраля 2003 года страница 14. Еще статья «Вновь нападки на церковь». Верующие края и церковные притчи долго ждали нового назначения на место неожиданно умершего владыки Антония. Священный Синод не торопился, тщательно подбирал на этот важнейший пост церковной иерархической лестнице истинно достойного монаха, проявившего себя на ниве служения Господу. Нужен был человек высочайшей морали, глубокого смирения и в то же время хороший организатор и хозяйственник. И, конечно же, высоко образованный, глубоко верующий молитвенник. Отобрали ни одного кандидата, затем тщательно изучали каждого, в конце концов остановились на игумене Максиме, преподавателе Тобольской духовной семинарии. Он обладал всеми перечисленными достоинствами, за плечами семинария, академия, защита кандидатской диссертации. Наследство от прежнего владыки досталось богатое, но и сложное. Но неисправившиеся люди даже уйти достойно не сумели. Начали писать по инстанциям не только жалобы, но и кляузы, в том числе и в газеты. Некоторые журналисты, почуяв запах жареных фактов, ринулись по церквам. А так как благословения на интервью они нигде не получили, то довольствовались теми фактами, которые изложили в своих письмах клеветники. Так и появились разоблачительные статьи в алтайских газетах. Но постепенно разоблачительный накал этих писаний перешел на личность патриарха и всю русскую православную церковь. Но по ходу этой статьи становится непонятным откуда ветер дует. В пример в кавычках чистоты ставится русская зарубежная церковь, а она как известно никакого канонического отношения к русской православной церкви не имеет. То есть не владыка Максим уже объект критики, но сеется недоверие к русской православной церкви вообще. И кажется уже не странным, что эти в кавычках «правдоискательские» статьи появляются во время кампании многочисленных нападок прессы на церковь по поводу школьного предмета основы православной культуры. Несмотря на большую занятость, ведь владыка Максим руководит обширным ипархиальным хозяйством края, в то же время сам ведет службы в храмах, одновременно он ректор духовного училища, главный редактор газеты «Алтайская миссия», находит время и для приема граждан, внимательно выслушает, даст духовные советы, наставления, если в его силах, то поможет в чем-либо. Мне, простому верующему, пришедшему по личному делу, еще летом владыка уделил часа полтора, в разговоре он был мягок, добродушен, чрезвычайно внимателен, впрочем, как и полагается монаху, и наводит порядок своей епархии так же спокойно по деловому. А в критических газетных статьях владыка Максим прямо-таки фантомас разбушевался. В кавычках два слова. Сейчас владыке Максиму очень тяжело. Тяжелые финансовые проблемы в епархии. При первой беседе с ним я посочувствовал. Большие долги вам достались. Они меня смиряют, проговорил он доверительно, как верующие верующим. Этой небольшой фразы для меня было достаточно, чтобы понять. На этот раз нашему краю повезло с епископом. Каждый воцерковленный мирянин знает, что критиковать священнослужителя большой грех. Тот, кто истинно хочет помочь, должен молиться. В писаниях мужей апостольских святой Игнатий, тот самый, кого ребенком носил на руках Господь Иисус Христос, говорит, смотрите на епископа, как на самого Христа. Эти слова богоносца относятся как к священникам, так и к мирянам. А в книге правил говорится, кто критикует епископа, тот отлучается от церкви. Однако тех газетчиков, которые критиковали преосвященного, отлучать не надо, они и без того вне церкви. Тогда что же их подвигает к нападкам? Все обвинения в алтайских газетах в адрес церкви и преосвященнейшего владыки сплошная несуразица и ложь. Я не буду разбирать эти статьи и тем самым добавлять масла в огонь. Да и страшусь как бы своими опровержениями не организовать два противоборствующих лагеря, чего и добиваются вольно или невольно люди, затеявшие клевету на церковь и владыку. Впрочем, я не удивлюсь, если окажется, что все эти статьи заказны и направлены на раскол церкви. Я шесть лет публикую свои статьи на православные темы в различных изданиях, а потому знаю жизнь приходов не понаслышке. Могу твердо утверждать, что высокая мораль осталась лишь в лоне церкви. Так не покушайтесь же на этот последний островок нравственности. Поверьте, церковь сама разберется в своих проблемах и справится, как разбиралась и справлялась в течение двух тысяч лет. Валентина Зайцев, редактор газеты «Надежда». Номер шестой от 5 февраля 2003 года. 40 финал 67 более 40 rer 29 30 — 61 101 Продолжение следует... Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 5, вопрос, 1436. «Когда видишь вопиющие беззакония священников, то если об этом не знать – один грех. Но когда знаешь и видишь, что от этого другие души гибнут, то стоит ли об этом говорить, принимать какие-то меры? Но тогда тебе постоянно подсовывают – не судите. Вроде бы можем подправлять друг друга, а священники и тем более архиереи не из той породы, и к ним с этим нельзя подходить. «Мы между собой братья, а они – нечто иное, высшее над нами. Так ли это?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Во всем нужна мера и чинность. Иначе будет невоздержание и бесчиние. Сначала точно узнать, личный ли это грех, допустим, пьянство или прелюбодеяние. Тогда по инстанции, через архиерея... Так, простите, но запись не включила. Господи, по-моему. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема священства. Том 5. Вопрос. 1436». Когда видишь вопиющие беззакония священников, то если об этом не знать – один грех. А когда знаешь и видишь, что от этого другие души гибнут, то стоит ли об этом говорить, принимать какие-то меры? Но тогда тебе постоянно подсовывают. Не судите. Вроде бы мы можем подправлять друг друга. А священники и тем более архиерей не из этой породы. И к ним с этим нельзя подходить. Мы между собой братья. А они – нечто иное, высшее над нами. Так ли это? Отвечает Игнарий Тихонович Лавкин. Во всем нужна мера и чинность. Иначе будет невоздержание и бесчиние. Сначала точно узнать, личный ли это грех, допустим, пьянство или прелюбодеяние. Тогда по инстанции через архиерея добиться убрать этого мертвеца. Но когда такой деятель не по Писанию ведет свою паству, то тут и ждать нечего, а прямо этому греху и противостать. Причем тут не судите, когда этот грех уже осужден. По чувству любви мы просто обязаны позаботиться о наших пастырях. Чтобы их не заносило, и они не погибли бы. В Библии самые грозные слова сказаны о пастырях, какого бы ранга и возраста они ни были. Они будут отвечать не только за себя, но и за пасовок. Иезекииль 34, 10. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя. И исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Христос всех своих учеников назвал братьями. Матфея 23, 8. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. Деяние 15, 36. По некоторым времени Павел сказал в Арнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. 2 Петра 3, 15. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Филимон 1, 1. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Слово брат встречается во всей Библии тысячу десять раз. И всегда смысл один. Мы родные, мы единокровные, мы имеем одного Отца. И общаясь к Создателю Отче наш, мы этим самым показываем свое сыновство одному и тому же Богу Господу. И к епископу и патриарху мы можем обращаться не святейший, а просто брат-патриарх Лавр, брат-метрополит Евтихий. Продолжение следует... Такое впечатление, что я читал уже этот вопрос. Не помнишь ли? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 5. Вопрос 1442. Как судиться с епископом, если он что-то отнял у своего клирика или мирянина? Можно ли подать на него в суд мирской? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В книге правил, сборнике правил семи святых вселенских соборов, девяти поместных соборов и правил, тринадцати святых отцов церкви вселенской, дан регламент на все подобное. Вся трудность выполнить эти правила сегодня состоит именно в том, что нет этой церковной инстанции в епархии, которую правила называют церковным судом. Об этом давно идут разговоры, но ВОЗ и ныне там. А так как нет этой инстанции, значит и все правила о церковном суде совершенно не работают, они как бы и не существуют. Но обиды есть и их нужно решать законным порядком. Остается идти в гражданский суд и дело представлять в конечную мирскую инстанцию, которая это дело вполне может решать, даже будучи осведомлена в вопросах нашей веры. И... Да, читал, благодарю я. Там на ютубе у тебя почему-то 1242. Да, я вот вчера тоже как раз помню, что я читал и, видимо, по 1242 повторяется. Да, вот в самом видео именно вопрос 1442. А вот 1242 какое? А вот, видишь, я вернулся, вот, он по двумя номерами. Ссылка получает часть. Правильно, правильно. Да, вот он по 1442, а я жму на 1242. Я на 1242 жму, а он здесь 1442. Ошибка. Понял? У меня тоже так было. Да, да. Вот, я вчера заливаю, думаю, ну как так, два номера, я вроде... Ну, я его по 1242 поставил. Вот. А... Потому что здесь вот 1242. А тут вот, видишь, вот тебе разобрались. Ну, ладно, ну, ладно, пусть будет по 1242. Хотя в книге-то он, в тексте-то он 1442. Тогда нужно будет... Ну, чё, ладно. Не суть важна. ПОДПИШИСЬ! Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 6. Вопрос 1594. Мне иногда трудно вас понять. Вы говорите то одно, а то почти тут же совершенно противоположное тому. Или я что-то недопонимаю. Но и отец Кирилл Сахаров говорил, что в вас нет целостности. Вы говорите о предательстве московской патриархии, о ее нелегитимности, о ее мафиозности и тоталитарности руководства, о декларации Сергия и о господстве там повсюду всепроникающей лжи, корысти и трусости. И тут же запрещаете своим братьям, проповедникам говорить об этом открыто в вашем храме. И похоже, что такого же мнения и ваш родной брат-отец Иоаким. Он тоже запрещает касаться московской патриархии. А чтобы братья говорили только о Христе, о спасении во Христе, разъясните это. Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Вы все поняли совершенно правильно обо всем, что касается московской патриархии. Нам храм дан. Нам храм дан. Что-то два раза нам. Не для того, чтобы говорить о великой беде где-то, а чтобы говорить о нашей общей беде. Но если мы столько слышим из Библии, из святых отцов, и все еще больше похоже на карикатуру по сравнению с первоапостольской церковью, то Бог может покинуть нас, и мы будем хуже тех, о ком будем говорить. О том, что такое московская патриархия, уже сказано, уже напечатано. Да, мы и видим это в здешних храмах. Что там полная обмельщенность и дозволенность доступа к таинствам, которые совершаются часто еще и неправильно. О язычении всей массы прихожан. Говорим о том и стараемся помогать им, чем можем, чтобы они увидели эту беду. Но мы также стали замечать, что кто перешагивает какую-то невидимую грань, когда вместо братской помощи им начинают заниматься только обличительством за глаза, к делу и не к делу, а потом и поношением все и вся, и в этих обличителях неумеренных на первом месте становится разговор об экуменизме, московской патриархии, об ННН, то эти люди вскоре вдруг переходят в московскую патриархию и делаются сами страшными лжецами, поносят тех, с кем они сами недавно были. С чем это связано, пока не могу сказать, но думаю, что это общий закон нелюбви, несострадательности. Когда кто-то кого-то безжалостно судит и, видимо, в себе держит еще и мысль, что он-то уж явно не такой, как эти патриархийные кббшники, то Бог покидает его, и он впадает в ту же яму разврата, против чего боролся, на то и напоролся. Так что тут как раз и есть у меня вся целостность во всем на первом месте ставить любовь к Богу и ближнему. Нужно держаться всегда золотой середины, как и святые отцы советуют, нигде не зашкаливать, не перебарщивать и не пересаливать. Отец Кирилл говорил о моем отношении к кинокописи, что я не разделяю старое письмо от нового, а вижу в этом только идею. Он же сторонник Рублевского иконописания. Бог дал мне великий талант, в кавычках, нецелостности, быть христианином широкого профиля. И я этим дорожу и умножаю сей талант весьма перспективно. 1 Коринфянам 9.22 Для немощных был, как немощных, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. В моей квартире обратились в православие те из сектантов, кто сегодня не худшие батюшки и благочинны в православии. А был бы я такой упертый, целостностный, по-вашему, выставлял бы впереди себя всегда только целостные свои два перста, как староверческий знак, и проповедь свою ограничил бы их призывом «Переходите к нам, переходите к нам, переходите к нам», то что бы успел я? 2 Коринфянам 12.14 Я ищу не вашего, а вас. 1 Петра 4.10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Плач Иеремии Разваленные здания роскошно вдымятся, разрушены стены Сиона, а жители в рабстве позорном томятся на дальних полях Вавилона. От храма, где золото ярко сияло, сверкали огнем изумруды, где Богу хвалебная песня зазвучала, остались мусорогруды. Под пеплом во прахе отчизна святая осталась подобно пустыне, и с криками птиц кровожадная стая над тропами вьется в долине. Все дико и пусто. С поникшей головой у стен разоренного града пророк утоляет страдания слезую и плач его сердцу от рада. Растерзанным в горькой тоске одеяния и волосы в пепле холодном над городом и мертвым пророка рыдания разносятся ветром свободным. Душеполезное чтение, 1891 год. Душа на турнике. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 5. Вопрос. 1483. Мы с товарищем давно уже ходим на ваши занятия и можем сделать сравнение с другими. В ином месте, слышанном нами, вы постоянно упираете на то, что виноваты пастыри. Виноваты, что не учат народ правде, не учат отличать левого от правого. Но есть же и настоящие пастыри, и архипастыри в Московской Патриархии, настоящие патриоты, как Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский, Снычев. Приходилось ли вам что-нибудь читать из-под его пера? Не скажете ли, что и он не патриот, и не духовный, и не рожденный свыше, как говорите о других? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Об этом человеке неискреннем и грубо обманывающем людей я уже не раз отвечал. Если хотите конкретного на этот день, то вот предо мной недавняя газета «День», номер первый за 1993 год. «Любовь не должна быть слепой». Когда прочитаешь эту статью, то чуть не в каждой строке Снычева Иоанна сквозит его слепота или лукавство и хитрость советского архиерея, умеющего ладить с людоедами и при них еще заслужившего столь великий пост за свою в кавычках смелость. «Но он сейчас разговорчивый такой стал, а тогда языком не шевелил». Прок Исайя 56, простите, «но это он сейчас разговорчивый такой стал, а тогда языком не шевелил». Прок Исайя 56, 10. «Стражи их слепы, все и неверды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». Снычев разговаривает с людьми, как с недоумками. Он же всех за дураков считает, он измывается в своих ответах, как бы перед ним быдло, каким они его сделали в церкви. Ничему не научили народ, кроме как у священников ручки их пухленькие целовать. Говоря о бедах, постигших Россию с 17-го года, он ни словечко не произносит о том, что эту беду привлекла в первую очередь сама церковь, «Ибо не учили народ, а попрятались за выданными монастырскими высокими стенами, пока их оттуда не поволокли на расстрел вчерашние их прихожане». Катастрофу руками и речами привлекли церковники. Масоны пришли на готовенькое. На вопрос о зарубежной церкви Снычев отвечает. Но это все же не отменяет того факта, что уехавшие за рубеж пастыри оставили свою паству в руках богоборческих властей. И именно оставшаяся врачи и часть духовенства взяла на свои плечи тяжкий груз ответственности за жизнь в церкви. С Божьей помощью мы прошли сквозь огонь и воду невероятных гонений, сохранились сами и сохранили свою паству, сберегли и приумножили духовные сокровища русского православия. На крови мучеников и исповедников созидалась из-подваль незаметно для постороннего взгляда Русь новая, очищенная огнем страданий и скорбей, неодаримая своей стойкости и верности святым. Да, были они строения, были расколы и провокации НКВД, были и потери, но главное, мы сберегли паству, сберегли веру. Кавычки закрываются. Из уважения к слушателям я бы никогда не стал истолковывать то, о чем здесь идет речь, о чем изволит на сытый желудок балаболить дедушка с тросточкой, сидящей на снимке и в белом клобучке. Здесь не просто ложь, но дикая, несут светная, хорошо отрихтованная ложь. Никого не сохранили они, кроме своего презренного благоутрубия, то есть жалкой своей платолюбивой жизнежки. Какую-то новую Русь нашел, и притом обновленной, духовной, он или во сне это бредит, или вообще совершенный, мертвый, слепой, безбожник. Да зайди в любой дом, в любое отделение милиции, на любую конференцию, посмотри, послушай и скройся в затвор. Это же плоды ваши, господин Снычев. Говоря о митрополите Сергии Строгородском, предателе и узурпаторе добавляет, но он был искренен в главном, в желании среди гонений, предательств и провокации, спасти церковь, сохранить ее. И как будто не знает, что в первые века христианства были гонения тяжкие, и однако никто из верующих не шел на такое предательство, чтобы в кавычках сохранить церковь. Это уже теперь начали патриархийные апологеты дьявольской лжи лакировать свои высказывания. Вначале говорили прямо, что цель была сохранить церковную структуру управления. 24 часа в сутки, 300. Разве Бог установил зависимость спасения отдельной души от того, будет ли руководство в сборе, будет ли Синод действовать? Владимир Бондаренко далее вопрошает. Говорят об агентах КГБ в церковной среде, о том, что церковная жизнь и до сих пор не свободна. Иван. На вопрос об агентах госпезопасности я уже устал отвечать. Конечно, они были, а в нашей журналистской среде разве не было, а в вашей журналистской среде разве не было? Они всюду проникали. Но в церкви их деятельность сводилась до минимума. Церковь живет жизнью таинственной, благодатной, мистической. Она есть богочеловеческий организм, и никакая агентура, будь то КГБ или ЦРУ, не в силах отменить этого спасительного факта. Куда деться? Убежать за границу? Но бросать отечество – это преступление величайшее. Это значит бросить свою паству волкам. Самому «спастись» в одиночку и потом из-за тысячи километров давать советы и распоряжения. Досадно, что эти вопросы становятся камнем преткновения для здравого понимания современного положения дел в русской церкви. Кавычки закрываются. В Советском Союзе у баптистов в 61-м году началось движение за очищение церкви от предательства. И они отдали более полторы тысячи братьев и сестер. Самый цвет своей молодежи по тюрьмам. И более 30 человек из них никогда уже не вернулись на свободу. Но они отстояли свободу во Христе. Что Иоанн Снычев не знал про них, не слыхал, а он в это время чем занимался до 87-го года? Он лез по иерархической лестнице. Он спасал и спасал день и ночь свою карьеру. Крался к тому дню, когда будет это оправдывать перед всем миром, куролесить словами лживыми. Чем же можно отличить его жизнь от тех номенклатурщиков, как Собчак, с которым он дружит? Оба духовные. Он сам говорит, что на этот вопрос ему уже надоело отвечать. Сколько же можно мать церковь терзать такими вопросами? Его обличают и корреспонденты этими вопросами дают шанс к покаянию, а он врет и дальше. Отсюда вывод, что Снычев беспокаянный. Он будет убить Богом внезапно, без исцеления. И так же его покровители сгинут в одночасье. Таков закон Божий. Второе параллельпоменом 25.16. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Снычев ярко выраженными словами бунтует против вопроса о сексуществе в их среде. Это и подталкивает к заключению, что в этом крайне виновен он сам. Иначе бы открыто мог изобличить эту язву в среде патриархии, которую основали Сталлин и Берия в 1943 году. Когда Хрущев обнародовал материалы о культе личности Сталина, то он не пошел дальше, а затер все. И с Солженицыным не пожелал сотрудничать. Почему? Да потому что на тысячах документов, где стояло расстрелять, была его, Никитина, подпись. И расстреливали не рядовых тогда. А когда пришел Горбачев, Ельцин, Путин, которые тогда не были замешаны ни в чем, в силу возраста своего, тогда они уже в кавычках смело опубликовали все эти расстрельные списки, и началась реабилитация полная и выплата, хотя бы символическая, запохищенная. Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 7. Вопрос 1858. «Почему нет сейчас у нас таких архиереев, которые бы воистину пробудили народ? Имеют они степени кандидатов, богословских наук и мирское высшее образование, а все же нет в них чего-то?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Избирать нужно по таланту и по ревности, а сегодня нет у них ни того, ни другого. Они бесталанные и мертвые духом. Властность и корыстолюбие, трусость и гордыня. Это в них сегодня пышно цветет. Сначала нужно выпросить у Бога подобного Григорию Чудотворцу, а он уж вымолит пастырей, а не псов жадной душой, смотрящих на карман прихожан». Прок Исаия 56.10.12. «Стражи их слепые, все и невежды, все они немые псы, немогущие лаять бредящие лежа, любящие спать». «И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет что сегодня, да еще и больше». Житие Александра Каманского. Память 12 августа. Святой же Григорий Чудотворец, обладавший даром прозрения, познал обитавшую в блаженном Александре благодать Божию, делавшую его достойным избрания на святительский престол. Встав со своего места, он уединился со святым Александром и стал спрашивать его, заклиная именем Божиим говорить правду, кто он. Святой Александр, хотя и желал скрыть себя, но не будучи в состоянии сказать неправду пред столь уважаемым святелям, и к тому же, боясь клятвы, рассказал все о своей жизни, как он, человек многосведущий для Бога, так смирил себя и облег себя добровольную нищетою. Из беседы с ним святой Григорий убедился, что он отлично знает не только науки, но и священное писание. После этого святитель приказал своим приближенным отвезти к нему святого Александра и там его вымыть, одеть прилично и привезти снова на собор. А сам, снова сев на свое место, ввел в это время богообдохновенную беседу. Спустя немного времени на собор был введен святой Александр, омытый в светлой одежде и чрезвычайно благолепный лицом. Все, видевшие раньше святого мужа, узнав его, не могли удержаться от изумления. А святой Григорий начал с ним беседовать, предлагая ему вопросы из священного писания. Святой Александр отвечал так благоразумно, что присутствовавшие не могли не признать его за человека ученого и разумного. Причем еще более удивлялись, зачем муж таких познаний скрывал свою мудрость, живя среди них, как последний невежда. В то же время они укоряли себя, что столь мудрого человека, смирившего себя ради Бога, осмеивали, почитая за безумного. Тогда все бывшие на соборе с радостью, единогласно избрали святого Александрова епископа в исполнение слов Господних, говорящих в Писании. «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». 1 Царство 16.7 Святой Григорий, возводя святого Александра по степеням иерархическим, сначала просветил его в Иерее, а потом в епископа. После посвящения в епископа он велел святому Александру сказать народу назидательное слово. Когда святой говорил по учению, то из уст его благодать Духа Святого истекала точно река, приводя сердца в умиление, и весь город радовался и славил Бога, имея такого учительного пастыря. Благодарю за внимание. Сегодня все, пожалуй. Спасибо, Христос, за помощь. Надь Тихонич. Все отошел с Богом. С Богом, Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok